Салют, чуваки, с вами Кит, и сегодня мы с вами вместо обычного видоса обсудим планы разработчиков на будущее. Очередной пост о том, какие у них масштабные планы, о том, сколько же месяцев нам все это предстоит ждать. На самом деле я шучу, они не говорят, сколько нам придется ждать, чтобы было еще сложнее, но суть не в этом. Выкатили, короче, они на форуме здоровенный пост о том, как будет развиваться мультипортфу синглплеер, то есть единочная игра, какие у них текущие планы и так далее. То есть все это дело вы можете видеть сейчас на экране. Но, как вы понимаете, ни скриншотов, ни видео ничего не приложили, поэтому далее у нас с вами на экране вместо здоровенного куска текста будет находиться, ну, записи каких-то моих старых видосиков, боев и так далее, чтобы вам было просто-напросто не скучно. Но перед тем, как мы с вами начнем обсуждать то, что они здесь настрачили, я еще подождал какое-то количество дней, потому что пост вышел у нас аж в мае, в конце подождалась ко дней, то есть уже разработчики начали отвечать на какие-то базовые вопросы. Я сделал это специально, чтобы какие-то из их ответов мог сразу сказать вам здесь, потому что наверняка вопросы какие-то после этого видео все равно возникнут, потому что пишут они, скажем так, обобщенно и как-то без конкретики, короче говоря. А вот основное, что самое как бы важное, что я выписал из ответов разработчиков под этим постом. Обмен сообщениями как таковой не планируется между лордами, возможно будет какая-то система связи между наемными кланами, но между обычными лордами они это, видите ли, не планируют, потому что это не особо важно. Альянсы и пакты о нападениях также не планируются в ближайшее время. Но касаемо альянсов, они потом еще добавили кое-что. Говорится примерно так, что альянсы, возможно, рано или поздно появятся, но не обязательно как части сыновой игры. То есть, возможно, альянсы у нас с вами будут, но в будущем в каком-то там DLC. То есть, ну, ждать, короче, к релизу каких-то альянсов и вот более глубокой дипломатии явно не стоит. Переход лордов к игроку сломает баланс. То есть, чтобы вы понимали, лорды могут переходить, ну, кланы полностью имею в виду, могут переходить полностью между королевствами, летать туда-сюда, но, естественно, если они будут приходить к игроку, это сломает баланс. Гениально? Конечно, просто потрясающе. Также они думают над системой полного уничтожения королевств. То есть, какой-то чувак спросил, типа, ну, это полная задница, потому что защищаться от королевств, которые без поселения, но у которых еще есть свои кланы, это сущий геморрой. Планируется ли система полного уничтожения королевств? И они говорят, что эту систему они рассмотрят и попытаются как-то изменить, во-первых, наказание за казнь. Я так понимаю, его более-менее облегчить с точки зрения отношений, штрафов и так далее. Ну и пересмотрят систему уничтожения королевств. То есть, как бы, сделают ее возможной. Не только по кампании, где ты уничтожаешь лишь определенные королевства, которые условно против тебя. Но и все остальные даже в песочнице. Планов по созданию кастомных баннеров нет. Выбор конкретного типа солдат для конкретного подразделения не планируется. Ну, то есть, как было раньше. Допустим, у тебя есть имперские катафракты. Элитная кавалерия имперцев. У них от 2 до 6, если не ошибаюсь, ранга идет такая вот цепочка прокачки, если угодно. И раньше ты мог каждое отдельное подразделение запихнуть в отдельную формацию. То есть, на 1 делаешь чуваков 2 ранга, на 2 чуваков 3, ну и так далее, так далее, так далее. То есть, очень тонкая настройка была того, какие у тебя будут формирования непосредственно в самом бою. Как вы знаете, сейчас все немножечко не так тонко. То есть, очень профессиональные игроки не смогут сейчас так тонко настраивать. То есть, сейчас идет разделение исключительно по каким-то предметам экипировки, которые есть у наших бойцов. Здесь написали, что возвращать старую систему они не планируют, но дополнительная работа по совершенствованию текущей системы, когда вот ты распределяешь свои войска в предбоевой расстановке, да, дополнительное совершенствование все-таки еще будет. И мастерские 2 уровня, которые у меня тоже как-то спрашивали, в данный момент находятся в подвешенном состоянии. Все зависит от того, как покажут себя будущие корректировки в экономике, часть из которых описана как раз таки вот в этом посте с планами на будущее. Ну, это вот, в принципе, все, скажем так, основные тезисы, которые я выписал, исходя из ответов разработчиков. Теперь давайте с вами плавненько перейдем к самому пасту. Стабильность и производительность останутся для нас главным приоритетом. Прямо этого вы найдете ряд других наших целей, перечисленных ниже. Обратите внимание, что сюда идут как общие, так и конкретные, а также как срочные, долгосрочные элементы. То есть, сюда идет все подряд. То есть, часть элементов, которые здесь описаны, она уже априори не будет в следующем патче, а возможно и через патч, потому что здесь описано не то, чтобы много инфы, но в целом, если, так сказать, все это впихнуть в какой-нибудь патч, это было бы сравнимо, ну, это было бы чуть-чуть больше, чем патч 1.7.0, чтобы вы понимали. Если это дело еще и распихают по нескольким патчам, то мы с вами можем этого ждать и еще полгода, а то и дольше. Типа, здесь нет ничего такого сверхфундаментального. Парочка интересных функций, пересмотр баланса, ну, а так как бы все. Ну, ладно, перейдем уже к конкретике, хватит балаболить. Кат-сцены или уведомления о сценах впервые были упомянуты в посте о наших планах на будущее, то есть то, что было в прошлом августе. С тех пор мы создали несколько таких анимаций для различных сюжетных и мировых событий, чтобы добавить им больше веса. Да, единственное, что я знаю, что они создали, то есть анимаций я лично не видел, думаю, вы тоже. Да, создали они уведомления о объявлении мира, выкупе вот это вот все, но как таковых кат-сцен или хотя бы уведомления о них пока что нет. То есть я понимаю, это то, что будет в будущем, скорее всего в ближайшем. А сцены. В ходе разработки мы сменили акцент с небольших локаций на обеспечение большего разнообразия и качества в основных областях игрового процесса. Таким образом, мы усердно работали над созданием оставшихся городских сцен, которые предложат новые осады, а также дополнительные боевые местности, чтобы охватить дополнительные интересующие регионы. Естественно, мы также продолжаем улучшать наши существующие сцены, поскольку это касается особенно большого объема работы, они не будут добавлены сразу, но будут постоянные обновления. Короче говоря, в ближайшее время новых сцен можно не ждать. Они лишь будут шлифовать старые сцены, то есть, как по мне, они просто ленятся. Ну, ладно, это чисто мое мнение. Осады. Представляют собой один из самых сложных игровых процессов, и мы продолжаем полировать многие части, составляющие эту головоломку. Да, полировать. Настолько они хорошо ее полируют, что в 1.7.2 ты даже не можешь натыкать себе таран, башни и другие осадные орудия, просто потому что эти значки к хренам собачьим исчезли. И ладно-ка, это был бета-патч, они уже выкатили его в основную ветку. Уже хотфикс какой-то выкатили, и все равно нихрена не работает. Потрясающе полируют эту головоломку. А чтобы привести недавний пример, мы пересмотрели способ, которым атакующие защитники ИИ используют переброску войск между формациями в осадах. Это было сделано, чтобы сократить количество перемещений в неудобное время. Ну, то есть, когда, условно, пехотинцы с ворот перемещаются на стену. Туда-сюда, короче, летают, когда, естественно, ИИ все дело контролируют, чтобы лучше проворачивать защиту или, наоборот, нападение. Ну, защита это может как-то еще и работает, но с нападением это как была задница, так и осталось. То есть, когда у тебя нет башни, у тебя чисто таран, тараном пробили первые ворота, потом разломали вторые. То есть, казалось бы, проще завалить совсем центр. Но нет, твои чуваки все равно, как бараны, лезут по одному на этих дурацких лестницах и там, естественно, вздыхают. То есть, гениальность у атакующих абсолютно не замечена. Все как и было, посредственно так, в принципе, и осталось. Битвы. Хотя бой, безусловно, является одной из сильнейших сторон игры, всегда есть вещи, которые нужно улучшить. Одна из них — это способ, которым подкрепление выходит на поле битвы. В частности, мы работали над средствами для предотвращения случаев кемпингов спавна и внезапного появления войск посреди активного боя. Говорят, что они работали над этим. То есть, либо эта система себя не оправдала, и они забили на нее болт, хотя в таком случае нет смысла на ней писать, либо же эта система готова и, скорее всего, выйдет в следующем патче, ну, надеюсь. Потому что меня лично система подкреплений нынешняя выбешивает тотально, потому что ты можешь первую волну атаки выиграть просто в сухую, а потом эта система подкреплений, враг как-то пойдет, с кем их призывает, и в итоге все твои построения, все твои гениальные тактики идут лесом. Ты все дело просираешь. Очень-очень неприятно. Если это говно исправят, хотя бы сделают его чуть-чуть получше, я уже буду счастлив. Далее. Эффективность брони. Это была тема страстного обсуждения, и мы рады сообщить вам, что мы близки к выпуску изменений, направленного на повышение эффективности брони. Это не приведет к принятию системы боевых отрядов, но будет способствовать усилению защиты. Что за система боевых отрядов, я понятия не имею, может кто-то из вас знает, можете им писать в комментах. Что касаемо брони. А броня, как бы с самого выхода игры в ранний доступ, это по факту лишь декор. Потому что неважно, одет ты в саные тряпки с самого начала игры, либо ты уже купил самый топовый доспех, камни мародеров без проблем проделают в тебе дырку и в твоих, естественно, доспехах. Это дико бесило меня, дико бесило много кого еще, и если это исправят, будет волшебно. А просто лишь, когда они это исправят? Мы же знаем, с каким темпом работают Тейл Уорлдс, а в последний год они еще медленнее начали работать. И мне кажется, с годами это будет только усиливаться, поэтому пес его знает, когда это все дело введут. Битва главного героя со смертью. Учитывая всю дополнительную броню, о которой они толком ни хрена не написали, кроме того, что они что-то там изменят, возможно, пришло время поднять ставки. То есть, как я понимаю, будет больше шанс главному герою помереть. И в более ранний срок. То есть, у меня впервые умер персонаж в одном из последних прохождений, которое было на стримах. Ему было порядка 60. То есть, возможно, они сделают... Допустим, условно, 40-ка твой персонаж может помереть. А улучшение боевой механики. Мы пересмотрели боевую механику для сбивания с ног, спешивания, отталкивания, а также убрали из этого дела случайный фактор, чтобы обеспечить более надежный и предсказуемый опыт для игроков. Прямо прочего, мы также ввели новую переменную сопротивление, которая зависит от навыков персонажа. Это позволит нам сделать некоторые войска и героев менее уязвимыми для этой механики. А также позволит игрокам развиваться их персонажей, чтобы они также становились менее уязвимыми. Не знаю, как вы, я ни разу не видел, чтобы хоть один вражеский NPC, лорд или еще какой-то хрен применял удар щитом, удар с ноги. То есть, то, что тебя сбивает с ног. Да, есть, конечно, сбивание с ног, когда на тебя лошадь налетает. Но это мелочь. Это случается крайне редко. То есть, когда ты идешь там в чистом поле против толпы кавалеристов, даже если тебя не будет сбивать с ног, тебе это особо не поможет. Тебе там все равно поимеют. Просто оказался в куче кавалеристов, когда ты там А1 пехотинец. Это дело десятое. Повысится несопротивление. Ну, окей, какая к черту разница, если NPC эту тему не используют практически. То есть, это реально прикольные фишки. Да, они сейчас, в принципе, бесполезные. То есть, по сути, такая механика должна действовать так. Ты даешь по лицу своему врагу, то есть, пинок ногой, удар щитом, неважно. И ты должен успеть один удар одноручным оружием нанести так, чтобы враг не смог его заблокировать. А в нашем случае он без проблем это делает. Типа вообще. Бывают редкие исключения, но это скорее фортуна, нежели что-то серьезное. Так что я не знаю, есть ли смысл вообще вот в так называемой улучшении боевой механики. Эти сопротивления нахрен никому не сдались, потому что враги против тебя это не применяют. Просто-напросто. Ну ладно. Улучшение искусственного интеллекта армии. Это просто самый ржачный пункт из всего этого поста. Ну, вы просто послушайте. В последние месяцы мы потратили немало времени на проверку, корректировку и тестирование армейского ИИ. И, по сути, мы поставили перед собой следующие задачи. Меньше патрулирования, больше осады. Меньше голодовки, больше осады. Меньше вербовки, больше осады. Лучше управление сплоченностью, больше осады. Мы также не любим армии в мирное время. Чё это сейчас было за говно? Как бы, я сначала думал, что это перевод кривой, но в принципе, когда включил на английский, смысл остался тем же самым. То есть, как будто дали, не знаю, 10-летнему ребенку все это написать. Не, я понимаю, что вот эти вот голодовки, долгие вербовки, дерьмовое управление сплоченностью, это все нужно решать в армиях. И, безусловно, у них с этим гигантские проблемы. Но написать это вот так, это пиздец. Ладно, идем дальше. Шаблоны вечеринок. Да, тутс, тутс, тутс. Идея отряда, отражающих предпочтения их лидера, претерпела несколько итераций с тех пор, как мы впервые поделились ею. Тем не менее, мы по-прежнему намерены придерживаться подхода, который взвешивает набор и повышение квалификации в соответствии с этими предпочтениями. Первоначальная, готовая к выпуску, реализация близка к завершению. И мы надеемся, что в скором времени приведем ее в дальнейшую оценку на основе отзывов игроков. Не знаю, как вы, все, что я понял, это, как сказать, взаимодействие вашего персонажа и его спутников. То есть, выбираешь конкретную характеристику, типа разведчик, хирург, инженер, кто-то там еще есть, я уже не помню, квартирмейстер, кажется. И вот эти вот чуваки как-то лучше осваиваются своей профессией, быстрее качают и так далее. Это все, что я понял из вот этой вот бильберды, которую только что прочитал. Потому что отряд, отражающий предпочтения их лидера, что это, блядь, значит, нельзя написать конкретно. Отряд будет сильнее, там, не знаю, завести от характеристик своего правителя, его приближенных там. Это будет влиять так-то, так-то, так. И какие-то, блядь, примеры. Не, это просто все обобщенно написали, и ты вот сиди, и без бутылки, говорится, здесь уже не разберешься. Ну, черти что. Ладно. Еще один интересный пункт, который как бы реально интересный, с одной стороны, с другой стороны, пахнет говной. Смотрите. Мы рассмотрели условия и последствия дезорганизованного государства, которое временно ослабляет отряды и армии в этом государстве после недавних проблем, чтобы сделать его более значимым и последовательным. То есть, с одной стороны, нам говорят, что государство после каких-то проблем, я так понимаю, когда армия проиграет в битве или после поражения в войне, то есть, заключают они там мирное соглашение, в котором они платят. Соответственно, они считаются проигравшим государством в этой войне. Они становятся дезорганизованными, у них будут какие-то проблемы, все это понятно. Но, опять же, никакой, блядь, конкретики. Вообще, никакой. То есть, какая-то сраная билиберда. То есть, это может быть довольно-таки интересной системой. То есть, после того, как ты разгромишь там одну, две, три армии, они не смогут какое-то время нанимать быстро новой армии, а с этим сейчас гигантская проблема, потому что ИИ набирает людей просто по щелчку. Ты не успел убить одну армию, они уже привели вторую, третью, десятую, и ты не успеваешь нападать, потому что ты все время занимаешься сраной защитой. Если это говно исправит, зашибись. Если что-то еще, я... ну, просто я не знаю, что еще может быть выражено в дезорганизованном государстве. Пес его знает, все очень непонятно. Разнообразие предметов. Что за воин без оружия? Стремясь увеличить общее разнообразие снаряжением, работаем над рядом новых предметов для крафта. А также делаем некоторые из существующих предметов доступными для дополнительных типов оружия. Вот второе, втрачить предложение, мне вообще непонятно. Делаем некоторые из существующих предметов доступными для дополнительных типов оружия. Какие, блядь, дополнительные типы оружия? Что вы имеете ввиду? Я понимаю новые предметы для крафта, новые там детали, все это ясно. А вот второе, я нихрена не понял. Но, песними. Капитальный ремонт разблокировки крафта. С этим, более широким набором предметов для крафта, мы также еще раз взглянули на то, как работает крафт. Нам не очень нравится. Да никому, блядь, не нравится. Что все предметы для крафта разблокируются из одного и того же источника. То есть, когда ты делаешь тупо двуручные мечи и открываешь все подряд. Копья топоры, еще какую-то хрень, ну и так далее. Вместо этого мы хотим дать большее ощущение специализации. Таким образом, будущим кузнецам, например, нужно будет создавать топоры, чтобы разблокировать части из новых топоров. Ну, думаю, здесь все понятно. Хочешь себе крутой двуручный меч, делай чисто двуручные мечи и у тебя будет открываться от него часть. В этом есть смысл. Кстати говоря, совсем забыл, разработчики еще, ну, в ответах под этим постом писали, что они не планируют делать крафт луков и арбалетов. То есть, из этого исходя, вы можете сразу понять, что если не хотят делать дальнобойные виды оружия для крафта, то о доспехах можете даже и не мечтать. Потому что, ну, луки сделать, думаю, или, ладно, окей, арбалеты, не так уж и сложно для крафта. Ну, сделай там парочку деталей, соединяться там, как долбанный покемон, и будет у тебя арбалет. Это несложно. Это вообще несложно, учитывая, что у них есть. Доспехи уже дело десятое. Но если они хотят делать такую мелочь, то за доспехи они точно браться не будут, потому что у них другие цели нынче. Ну, вы поняли, да? Как-то так. Симуляция. И в данном случае экономик. Хотя это было всегда важно для нас, в последние месяцы мы решили рассмотреть и решить две проблемы. Две проблемы в экономике, ну да. Мне кажется, немножечко больше. Во-первых, некоторые товары в целом были слишком прибыльными, а другие не имели достаточно региональной ценовой дифференциации. Для тех, у кого нет экономического образования, скажу, что некоторые предметы имеют такое свойство, как разная стоимость в разных городах. Типа дерево в Оксхоле стоит 9, дерево в Хуссенфулке где-нибудь или в Аскаре стоит 20. Это и есть региональная ценовая дифференциация, извиняюсь. То есть разная цена на один и тот же товар в разных регионах. А вот, типа некоторые были недостаточно дорогими, короче говоря, или недостаточно дешевыми. Вот. Это дело торговлю менее привлекательной, чем нам хотелось бы. Точно так же из-за этой рыночной динамики пострадали и мастерские. Если вы купили правильный, а у вас не было особых причин использовать его снова. Что это значит, непонятно. И чаще всего правильный сводился к тому же небольшому набору опций. Изменя, которые мы внесли в спрос и предложение, пока дали многообещающие результаты. Короче говоря, опять, часть товаров, они перефигачат с точки зрения цены. А часть мастерских, они тоже перехреначили с точки зрения доходности и так далее. То есть, и это дало им какие-то там многообещающие результаты. Где они это тестировали, непонятно. Уж явно не в бета-версии, потому что, ну, бета-версии больше нет. Сейчас это мейн-ветка, которая кривая, что пиздец. Ладно. Рекрут-баланс. Кальродейцы, похоже, всегда были рады вступить в хороший бой. Однако рекрутов не только много, но и зачастую они чрезмерно сильны. Это поднималось в сообществе раньше, и мы также признаем это как проблему. И внесли соответствующие корректировки в то, как знать развивает свои войска. Ну, в общем, то же, что я и говорил. То есть, чтобы знать быстро не набирало себе кучу войск, кучу сильных войск, они это как-то там исправят. Хотя, когда вот я играл свое последнее прохождение на стримах, когда у меня была фракция силой в 30 или в 40 уже тысяч, как-то я вообще никого не мог нанять, потому что все мои лорды, ну, забирали всех солдат и не успевали спауниться. Но, ладно. Мега-государство, как говорится, это уже совсем десятая проблема. Но, в общем, как-то так. Управление заключенными и много не только новобранцев, но и заключенных настолько, что Калеродийские подземелья со временем переполнялись. Мы искали решение этого, и, вероятно, скоро поделимся им с вами. Скоро это явно не сейчас, судя по всему. Видимо, еще планируется через два месяца, когда они, возможно, выпустят следующую бета-версию. Они, может быть, чем-то и поделятся. Сейчас, видимо, после двух с половиной или даже уже трех месяцев ожидания, видимо, и времени еще недостаточно. Но, как бы, да, проблема существует, подземелья переполнялись, и я к союзным лордам никого, ну, через какой-то промежуток времени не мог закинуть, потому что, да, там была просто жопа. Детское поколение. Несмотря на наши предыдущие поправки на взрослое население, все еще осталась проблема с первоначальным разрывом между поколениями. Ну, то есть, взрослые умирают, а дети не успевают вырасти к этому моменту, соответственно, из-за этого кланы вымирают. В этом есть проблема, как бы. Чтобы решить эту проблему, мы, вероятно, создадим дополнительных детей разного возраста в начале игры для любых кланов, которые подпадают под заданный лимит участников этого клана. Кроме того, это также должно сделать некоторые кланы более жизнеспособными. Ну, то, что я и говорил. То есть, будет просто больше пиздюков, которые довольно-таки быстро вырастут. Типа, через год, два, три после старта кампании. Ну, вернее, старта игры. Изменение характера. Из-за множества преимуществ, которые предлагает игра, может быть сложно найти настройку персонажа, которая подходит именно вам. К счастью, скоро больше не потребуется ждать, пока ваш наследник вас заменит, или начать новую игру, чтобы опробовать другую сборку персонажа. Вместо этого вы сможете изменять привилегии своих персонажей и членов клана во время игры. Я, конечно, не гуру, но готов поспорить, что они просто-напросто введут небольшую систему сброса к хренам собачьим, ваших навыков, атрибутов и прочего. Левел останется, но все это к чертям собачьим скинется вместе с вашими выбранными бонусными талантами. И вы просто заново все это перекачаете. Как-то так. Конечно, правда, это будет сложно реализовать, учитывая, что, ну, окей, ты вкинул навыки, вкинул атрибуты, а как вернуть опыт, который ты получил, вкачивая, допустим, ну, условно, ты вкачал медицину до двух сотен, а как вернуть вот эти вот 200 только в какой-нибудь другой навык? Не особо понятно, но, думаю, как-нибудь они с этим делом тоже разберутся. То есть что-то в этом вроде будет, как я понял. Получение опыта навыков. Развитие персонажа – важный аспект игры, основанный на принципе обучения на практике. Хотя в целом это работает, мы считаем, что некоторые навыки еще не обеспечивают адекватного прогресса. К счастью, вышеупомянутые изменения в экономике должны помочь торговле. Кроме того, мы также работаем над более индивидуальными настройками для всех навыков, в том числе лидерства, мошенничества и инженерного дела. Мы с нетерпением ждем ваших отзывов по этому поводу. Значит, если не ждут отзывов, значит, эта херня уже будет в следующем патче, который мы дождемся, видимо, когда мне стукнет 30. Так, погружение и качество жизни. Есть множество корректировок, которые так или иначе относятся к этой категории. Ниже вы найдете несколько из тех, которые показались нам интересными. Дополнительные предложения ИИ. Мы были очень довольны примером и влиянием выкупа искусственного интеллекта и предложения мира игроку. Если я найду на монтаже, я точно вставлю дикий сука ржач по этому поводу. Нет, поймите меня правильно. Сама система того, что тебе предлагают, мир, предлагают купить своих или продать чужих пленных лодов, это шикарно. Но то, как это работает, это тотальная жопа. Потому что не раз у меня была такая фигня, они такие, типа, вот мы хотим забрать у тебя своего персонажа, вот тебе 10 тысяч. Ты такой нажимаешь, окей, они дают тебе вместо 20 тысяч 5 или вообще нихрена не дают и все, и типа, иди соси лапу. То же, примерно то же самое с предложением мира, когда ты просто натягиваешь государство, забираешь половину его территории за одну войну, все его территории, не суть важно. И он такой, так, ты порвал меня просто в задницу, ты забрал у меня в процессе войны парочку кланов, забрал все поселения. Знаешь что, давай ты будешь платить мне 20 тысяч ежедневно, потому что иначе, иначе вот я тебя точно порву. Ну, типа, это говно просто лютейшее, вот эти вот ценовые вопросы именно. Нет, сама система хорошая, а вот цены, типа, вот просто как это все работает, через жопу. Ну, ладно, новые уведомления сделают мир более живым, то есть они еще таких уведомлений добавят, чтобы вы поняли. Они изучают такие уведомления для брака, наемнических контрактов и вассалитета. Да, то есть предлагать вассалитет, как я понял, будут вам, потому что ответы разработчиков, которые я читал в самом начале, гласили, что если вассалы будут присоединяться к игроку, это нарушит баланс. То есть вам будут предлагать стать наемником, возможно, наемники к вам захотят присоединиться, но вассалитет будет предлагать, типа, вам предложат стать вассалом, а не вассалы будут приходить к вам. Ну, еще и брак, да. А, информация по энциклопедии. Всезнающая энциклопедия не только мешает погружению, но и несовместима с нашей механикой разведки. Чтобы решить эту проблему, мы работаем над аналогичными ограничениями энциклопедии, которые создадут что-то вроде тумана войны для тех, кто еще находится в недосягаемости игрока или его агента. Но, сразу вам скажу, что туман войны можно будет выключить в настройках, так что не парьтесь. Кто не хочет страдать фигней с туманом войны, может его не включать. Это для самых жестких. Так, варианты управления отрядом. Членов клана иногда бывает сложно выследить и управлять ими. Чтобы решить эту проблему, мы изучаем новые возможности их отправки, отзыва или обмена. Ну, то есть, условно, мы всегда сможем направить какого-то лорда, леди, там, ну, из нашего, естественно, отряда, куда-то. То есть, насколько я помню, такая же система была в Варбанде, когда ты говоришь, вот ему, жди меня вон там, типа, в моем поселении и так далее. Что-то вроде того у нас, по идее, с вами должно быть. Гражданские сцены. В наших городах и замках есть ряд персонажей NPC, которые могут участвовать в многочисленных мероприятиях, чтобы оживить локацию. Однако, замки, в частности, еще мало населены. Это должно быть улучшено в будущих версиях игры, так как мы увеличили население и использовали несколько точек анимации в ряде поселений. Что бы это, блядь, не значило. Но, все равно, эти персонажи довольно-таки неполезные, побольше свои. Ну, типа, они максимум дают задания и предлагают тебе создать собственный караван, но это не прикольно. Кстати говоря, насчет NPC спрашивали еще, ну, типа, насчет бан, когда вы всю эту херню сделаете. У них это сейчас не в приоритете, так что банд в ближайшее время не ждите. Но, мод на банды уже есть, обзорчик в ближайшую неделю, в следующую, будет на канале. Так что, на банды, в принципе, насрать, потому что мододелы уже все сделали за разработчиков. Ну, в общем, как обычно. Так, карта мира. Как и катсцены, карта мира может создать или разрушить погружение. Поэтому мы решили уделить некоторое время проблемами с телепортацией, плаванием и вращением группы среди ряда других настройок. Конечно же, мы всегда продолжаем полировать актуальную карту. Ну, в общем, опять ни хрена конкретного нам сми не сказали. Аудио. Улучшенные звуки поискового интерфейса. Мы добавили новые звуки по всему интерфейсу. Пересмотрели существующие. Новые, ну, короче, просто добавили новых звуков и физические звуки лошадей. Особенно, когда они умирают. Я думаю, это именно то, чего вы ждали последние месяцы. Это вот те нововведения, которых мы достойны. А, ну вот, и в принципе это уже финал. Потому что, как вы наверняка заметили, внимательные читатели, есть темы, которые мы еще не рассмотрели. В наших планах на будущее мы говорили о знаменосцах, квестах претендентов, вылазках и озвучках. Это все области, которыми мы еще занимаемся, но не требуют еще немного времени. То есть минимум полгода. Как только мы добьемся большего прогресса по ним и другим темам, мы будем рады поделиться дополнительной информацией. Вот и все, народ, что нам с вами предоставили разработчики для размышлений. Только для размышлений, потому что повлиять на этих ленивых засранцев мы с вами никак не можем. Все это делается очень-очень-очень-очень-очень-очень долго. И, увы, ах, нам остается лишь сидеть и пердеть. Потому что с прошлых планов разработчиков прошел целый год. То есть, напомню, они вышли в августе прошлого года. Из условно 7-8 интересных, там реально были интересные функции Которые перечислены были буквально полминуты назад Мы с вами увидели что? Система боевой местности, которая по их мнению недопиленная, но какая есть И предбоевую расстановочку, которая некоторым из нас Которые делали очень детальную настройку своих подразделений Все к херам собачьим сломало В том числе эта предбоевая расстановка нам с вами сломала полностью Нормальную защиту в осадах Потому что расставить пацанов нормально перед боем нельзя Потому что они все разлетаются хреном собачьим сразу после старта То есть если мы год ждали двух функций Ну по факту мы подождали их полгода, их вели и до сих пор теоретически пытаются дошлифовать Все остальные мы с вами так и не увидели Сами думайте сколько нам с вами ждать вот этого вот еще всего То есть они обещают, обещают, но ни хрена, ни хрена не делают Ладно, в общем хрен с ним, хватит бомбить А делитесь об этом всем своим мнением в комментариях У меня там все, с вами был Кит и всем пакета Субтитры создавал DimaTorzok